Эта программа представлена PokerStars.net Добро пожаловать в большую игру PokerStars.net В игре будет много действий, то есть нету лимита, сколько ты можешь проиграть или выиграть. Здесь игрок-любитель испытает свои силы в борьбе с пятью опытными игроками. Достаточно будут глубокие стыки. Я не люблю тактики здесь. Можно лав очень много. Сейчас я, если бы ты кто не блефанул, вот сейчас я тебя вскрывал. Много экшена, много розыгрышей. Пятьдесят тысяч поставим. Я свои карты меньше, чем за пятьдесят тысяч показывать не буду. Это меня вообще ранит. Я всех приупредил. Я поставил очень быстро. Опасно. Ну все. Подобные игры в покер Россия еще не видела. Я играю. Я играю в биггейм. Я играю в биггейм. Все сейчас будут смотреть меня в Россию, я думаю, что мой папа всем доложил. Это большая игра PokerStars.net Добро пожаловать в Лас-Вегас на телевизионное покерное шоу «Большая игра». Сегодня у нас особый, специальный, так называемый русский выпуск. То есть все участники сегодняшней игры владеют русским языком. И, разумеется, будут говорить по-русски. Итак, Владимир Щемелев, известнейший кэш-игрок, предпочитает смешанные игры. На второй позиции Николай Евдоков. Активно Николай играет в покер около четырех лет. Стартовый стек 50 тысяч. Пионер русского покера Александр Кравченко. Именно он первым среди россиян выиграл браслет мировой серии. Уроженец Киева, а ныне житель Нью-Йорка. Обладатель браслета мировой серии Евгений Качалов. Стартовый стек 100 тысяч. Уроженец Литвы, а ныне житель Мельбурна. Австралийский бизнесмен Тони Джи. Стартовый стек 200 тысяч долларов. И наш всадник без головы, москвич Антон Дунюшкин. С ним беседует Надя Магнус. Антон, перед тобой будет 50 тысяч долларов. И ты будешь играть с известными игроками. Настроение боевое? Настроение безумно боевое. Наконец-то настал тот момент, когда я смогу проявить себя в игре с настоящими профессионалами. Особое настроение подкреплено тем, что рядом со мной сидит Тони Джи. Ну, я знаю, ты у нас силен в математике. Каковы твои шансы на победу? Я думаю, шансы на победу в данном случае 50%. То есть я или побежу, или нет. А на что ты планируешь потратить свои деньги? Деньги, заработанные здесь, я планирую потратить на развитие себя как профессионального покерного игрока. Ну, успехов. Напоминаем, что всадник без головы получает в этом специальном выпуске 50 тысяч долларов на игру. Он сможет себе оставить только то, что выиграет сверх этой суммы. Добро пожаловать в нашу приятную компанию. В нашу дружескую компанию. Там была компания приятнее, конечно. Да. Может, ты так сыграешь, что скажешь потом, что вообще наша компания такая замечательная. Будем все время. Так сделай для него это все. Цена песни. Я думал, я выиграл баттон, а оказывается, с меня 300 уже. Я выиграл. Я уже 300. Дорогая вроде позиция, да? Антем носит баттон за всех. Первое слово за всадником без головы. Первое слово. Надо, надо попробовать. Может быть, хорошо будет. Как чувствуете? Туз-фуалет разномастный. Дунюшкин решил просто заколировать. Пять тысяч. Это пот. Сколько это получается? Это меньше. Не идет. Меньше. Меньше-меньше. Это пот. Тысяча. Тысяча, да? Напоминаем, что на префлопе это пот-лимит. Ну да. Да. Это было так. Я уж хотел карты выбросить, не глядя. Пол себе было. Туз-фуалет разномастный у Кравченко. Да, первую задачу выигрывать не на фарт. А проиграть, наоборот, это кудать. Поэтому кол. Кол. Решил Александр просто заколировать. Остановайся. Ну вот, игра есть. Николай избавляется от своих карт. И таким образом у нас в банке четверо. К трио присоединился Щемелев. Интересный флоп. С флеш-дро, с королем. У Щемелева топ-пара. У Тони Джи двухсторонний стрит-дро. Щемелев ставит так называемый донг-бет. У Дунюшкина совсем ничего нет. Первую раздачу ему никак не выиграть. Но он придерживается другой точки зрения. Остается в этом банке. Равно как и Тони Джи. У которого двусторонка так называемая. Надо проверить. Думаю, до флопа было все мое. Абсолютно прав Александр Кравченко. На префлопе он был впереди. Но теперь он действительно далеко позади. На терни приходит дама, которая завершает возможный флеш. Теперь у Тони Джи еще и флеш-дро от семерки. Чек Щемелева. Дунюшкин пропускает торги. Ну а Тони Джи ставит. Разыгрывает свое дро агрессивно. Ну так называемое комбо-дро. Может Тони сыграть под флеш. All in. Тони, ну что ты сразу всех начинаешь душить. Душить. Кушум. Говорил френдли гейм. Это френдли гейм. Зачем? У меня был и флеш-дро и стрит-ро. Посмотрим последние карты. Я флеш ловил. На флеш я ловил. Конечно, стрит-ро и что там. Что там плохо? Туз-бубей у меня как бы был только дальний флеш. Не, у меня Туз-сем был. Все нормально. Флеш. Да, ребята, заблифовали вас. Тони всех развел. Заблифовали вас. Нет. Я нац был. Сразу. Нет, Туз-бубей был у меня. Ну действительно, прав Александр. Первый банк достался Тони Джи, а нам напоминают правила большой игры. Всего будет сыграно 150 раздачно. При хлопе это под лимит. На пост хлопе безлимитный холдом. Блайнды 100 и 200 долларов. Анте 50 долларов. Анте платит баттон за всех. Минимальный стэк составляет 50 тысяч долларов, максимальный 250 тысяч долларов. Тони, подожди, не смотри. Я не смотрел. Нет. Страдл играется на лук. Я не смотрел. Первое слово за Александром Кравченко. У него Туз-два одномастный. Слабый Туз. В этой раздаче был поставлен Страдл. Посмотрим, будет ли Александр атаковать блайнды. О-о-о. Пошло дело. У Николая Евдокова 4-5 разномастный. Пас. Выбрасывает Ищемелев. Туз-7 разномастный у Антона. Избавляется он от своего Туза. Да, надо проверить. 100% клоун. Ну, Фрэнс, да. Рэндом, рэндом, рэндом карта. Тони же известен своей лузовой игрой. Но в данном случае рука у него не такая плохая. Фрэнс. Выходит низкий скоординированный флоп. Оба промахнулись. Ну, и разумеется, вы видите, что руки у оппонентов идентичные. Чек, чек на флопе. Король завершает возможный флэш. Тони решил не изображать короля. Будет ли ставить Александр? Вот как стоит сейчас вопрос. Все-таки выиграть на вскрытии получится не так часто. Тоже чек. И на ривере приходит бубновая тройка. Где борт? У меня нотс. Туз. Туз тоже? Туз бод. Туз бод. Как я не поставил, я не понимаю. Я ничего не поставил там? Поставил бы, выйдет. Я переживал, да, может быть. Нотс меня не поставил. Это последний раз, да, так, фрирол. Ну, да. Ты бед, я рейс. Ну, да, я думал, у тебя нормальная карта есть. Чек рейс будет, может быть, пробуй. Таким образом, все завершилось ко взаимному удовлетворению. Но думается, что тот, кто поставил бы на этой доске, тот и имел бы все шансы забрать этот банк. Очередная раздача. У Александра две пятерки. Пока активнее всех принимает участие в раздачах именно Кравченко. Ну, и заходит, в общем-то, не так плохо. Конечно же, рейс. Евдоков дисциплинированно сбрасывает. У Щемилева рука мусорная, как и у Антона, сбрасывает и Тони Джи. Очередь доходит до Качалова, который на большом бланде. Ну, с такой рукой нет никаких сомнений в том, что Евгений поучаствует в этой раздаче. Ограничился колом. При флопе шансы равны. Посмотрим, что будет на флопе. А на флопе будет экшен. Причем экшен очень серьезный. Вы видите, что у Кравченко топ-сет, у Качалова нацовый флэш. Евгений решил разыграть свой нац агрессивно. Ставит первым, применяя так называемый Донгбет. Кравченко просто коллирует. Ну и думается, что если не придет еще одна карта пиковой масти, она приходит. Ну и теперь у Александра решение не настолько сложное. Действительно, можно сказать, что эта девятка на терне, девятка пиковой масти, выручила Кравченко. Избавила его от многих-многих бед. Так называемый экшен киллер. Еще одна ставка от Евгения. Задумался Александр. Понятно, что не хочется отправлять в пас свой сет, но сделать это, видимо, необходимо. Но все-таки коллирует Александр. В расчете главным образом на то, что на ривере доска спарится. Однако на ривере приходит еще одна карта пиковой масти, на сей раз семерка. Теперь Надежды Кравченко на фулл хаус растаяли. Конечно, Качалов поставит еще. Небольшая ставка, восемь тысяч. Да, великолепно. Для кого? Вот остаются вопросы. Все это великолепно. Если Кравченко заколлирует, то максимум, на что он может рассчитывать, это дележ банка. Ну, а в такой ситуации известно, что надо сбрасывать. Если у вас Надежда только на дележ. Сейчас я уже могу вскрыть только, чтобы поделить. Поделить он? На терне еще мог выиграть. Нет, Александр, на терне вы были далеко позади. Дисциплинированный пас от Кравченко. И банк более двадцати тысяч долларов достается Качалову. Поделить будет трудно. Я думаю, да. Первая карта была хорошая, которую увидел, как обычно. Сэр. Все остальные. Сэр, да? Так сидел. Давай делай страдал один раз. Не, не, я подожду. Будет два тужа. Нет, можно покупать. Я боюсь в игру. Подбивая всадника без головы на страдал, напомним, что это двойной большой блайн, который дает право последнего слова на префлопе. Дама валит разномастный у Дунишкина. Не подначивай, Тоня. Человек играет, как хочет. Тволь, тволь. Видимо, понравилась эта рука Антону. Посмотрим, как он ее разыграет. Колом. Ну, в принципе, наверное, не самая сильная игра. И Тони Джи мгновенно на это указывает. Изолирует всадника без головы. По крайней мере, пытается он это сделать. Правда, рейс небольшого размера. У Евдокова король валит разномастный, без позиции. Но, видимо, для Николая этой руки достаточно для того, чтобы сделать кол. Еще 500, пожалуйста. Сбросил Щемелев свою руку имени Брансона. Ну, посмотрим. 500 нажал. Антон также доставил по шансам Банка. Таким образом, трое оппонентов вышли на флоп. Все фрировало. Чего ты карты поглядываешь у человека? Ты мне? Чего ты так? Нет, интересно, зачем? Тебя не интересно? Сразу мой Туз открыли. Открылся флоп. 8, Туз 2, 2 червы. Пропускает торги Евдоков. Только флаж боюсь, если флаж кого есть. Тоня решил поставить позиции. Туз червовый? У меня нет. У меня нет. Могу одна карта показать. Хочешь? Тианная. Ты не, я тебе, ты мне. Одна карта, хочешь? Ну давай. Нет, 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 это не можно. Это плохо я был. Похоже, обе были. Разницы не было. Заметь, он сказал стоп до того, как я открыл. Нет, я, у меня, я был квалифайд. Квалифайд. Заметим, что Тони выиграл с лучшей рукой. Эта программа представлена в крупнейшем в мире покерным сайтом pokerstars.net. Pokerstars.net играется в покер онлайн абсолютно бесплатно. Возвращаемся в Лас-Вегас на телевизионное шоу «Большая игра». Так называемый русский выпуск. На ваших экранах Антон Дунюшкин, всадник без головы, расскажет о себе. Я Антон Дунюшкин, мне 27 лет, я родился, живу в городе Москве. Я играю в большой игре. Я играю в покер довольно давно, но начинало все это с институтских играх на лекциях. Потом мы там собирались у кого-то дома, играли в покер. В дальнейшем появилась возможность играть в покер в казино. Но после того, как все это закрылось, пришлось остановиться на онлайн-покере. Отбор телевизионных шоу «За биггейм» для меня очень значим и очень важен. Это шаг в большой покер. Я работаю на телевизионных каналах направлением IT. Я работаю на телеканале «Раштудэй» начальником смены службы IT. И также я работаю на РБК ТВ. Поэтому я знаю всю эту кухню, но всегда я нахожусь в другую сторону камеры. На данный момент мне предоставилась возможность ощутить себя в центре событий, в спотлайте. Мои друзья до последнего момента не верили, что такое может быть. Все говорили, что да нет, это розыгрыш, и мы тебе не верим. И большинство из них я написал уже из Лас-Вегаса, что вот я как раз здесь. И они не верили мне. После того, как я узнал, что я выиграл, я, безусловно, начал делать уклон. Мы собирались с друзьями и играли на те же блайнды, тех же обстоятельств. Я играю в большую игру, и вокруг меня одни профессионалы. Я чувствую среди них себя немного белой вороной, потому что я любитель. И они меня оценивают как любителя. Для меня на самом деле не так важно на данный момент количественные выигрыши, и какая-то сумма в деньгах, как сыграть хорошо, показать себя как хороший игрок. И, конечно же, обнулить Тони Джи. Ну что ж, пожелаем Антону удачи. Старт не задался. Ну и, на мой взгляд, все-таки злоупотребляет он так называемыми лимпами. Необходимо играть более агрессивно Антону, если он хочет обнулить, по его словам, Тони Джи. Подожди, подожди, нельзя. Миналти будет 5 тысяч, сейчас заберу сразу. Так нельзя. Что ты? Я уже думал все. Подожди, может быть, лучше. Подожди, придумай. У Кравченко Король 10 одномастный, он открывает торги рейзом. У Евдокова 7-10, легкий пас. Щемелев также сбрасывает. А у ЛИН нельзя, да? Давай посмотри, подумай, может быть. У, я хороший, я квалификацион есть. Действительно, у Тони Джи очень сильная рука. Ну, опять тут, что ли, у тебя, Тони? Опять тут. Ну, хочу играть, очень. Хочу сидеть. Конечно, зачем? Ты как, надо играть? В ЛИН можно взять всегда. 2-2-4 разномастные. У, хороший. Чек. Действительно, хороший флоп для Тони Джи, для обладателя карманных валетов. Пара всегда меня... Плохо карт. Тони решил применить чек рейз. Увидел низкий флоп, у него две пары. Ну, у Кравшенька всего лишь король старший. Вряд ли Александр будет здесь платить. Так и есть. Клиффикацион есть. Хороший пас. Нет, я никогда блеф пас скажу. Всегда вот так, только такая. Пытается выстроить тайтовый имидж Тони. Не надо здесь. Где ты такие берешь? Что ты поел, Тони, сегодня перед игрой, а? Ну, думаю, мы увидим в исполнении Тони интересный блеф и дальше. Но пока все по карте. В них нужды нет. Действительно, когда сдают карманных валетов, такая рука, как говорится, играет сама за себя. А вот теперь аналогичная рука у Николая Евдокова, который разыгрывает ее оригинально. Просто коллирует. Тысяча. Королеву Тони Джи. Изолирует он лимб Николая. Я блефую, что ли? Нет, Тони Джи здесь совсем не блефует. У Александра Туз-5 одномастный. В принципе, можно применить лайтовый трибет. Можно и заколлировать. Но все-таки очень хочет Александр сыграть банк вместе с Тони Джи и коллирует. Если я пойду, то и Николай пойдет. Совершенно верно. А, пот, пот. Пот. Понятно, что пот. Понятно, что пот. Только играешь? Применил Николай так называемый лимб трибет. Не очень распространенная игра. Что теперь будешь делать? Доигрался? Одиннадцать. А, одиннадцать. Не дают играть. Опять вырезали. Опять вырезали сэндвич. Только непонятно какой. На этот раз Николай нарвался на карманную пару королей. Да, хорошая банка. Но, тем не менее, не отступает. Поменять хочешь кардов? Поменяю. Если заплатил, я думал, тогда... Поменяем. Давай, поменяем. Как? Ну, поменяем. Можно, можно? Николай, видимо, хочет увидеть низкий флоп. А менять карты здесь все-таки нельзя. Но флоп вышел с королем. Теперь это у него же топ-сет. И вряд ли он получит оплату. Такую сильную комбинацию. То есть, конечно, что, Туздама был? Тогда выберу. Тони ставит стандартный continuation bet. Ну и думается, Николаю на таком флопе уже делать абсолютно нечего. Однако у Евдокова похоже иное мнение на сей счет. Или тут с король. Николай решил заколировать, видимо, одну улицу. Но у Тони слишком сильная рука. Он точно будет продолжать. Видел мой флэш сразу. На терне завершился возможный флэш. Не смущает это Тони Джей. Он продолжает свое давление. Действительно, в 4-бет-посте топ-сет. Это очень сильная комбинация. У Николая появилась флэш-дро. Неужели Николай будет коллировать? В его стеке осталось чуть более 27 тысяч долларов. Ну и колл явно не по шансам. Ну, должен понимать Николай, что, скорее всего, он позади. Позади, несмотря, даже несмотря на то, что его соперником является Тони Джей. Ну, а ловить флэш действительно совершенно не по шансам. Вообще ничего не было. Сет, нет, сет. Сет Королев. Королевский сет. На этот раз Тони Джей сказал правду. Ну, действительно, очень сильная комбинация. И удалось Тони Джей добрать на флопе. Нам показывают статистические показатели Тони Джей. VP, IP просто зашкаливает. 82 процента. Прифлоп рейс также очень высокий процент. 46. Но, надо признать, и заходит Тони Джей очень хорошо. И все эти цифры трансформировались в очень приличный профит. Более 35 тысяч долларов. Двенадцатая раздача. На прифлопе уже в банке 600 долларов. Это Блайнды Энте. Ну как, бизнесмен пока ведет. Если ты бизнесмен, не забывай каждый раз ставить страду. Между тем, Щемилев сбросил свою мусорную руку. К нему присоединился наш садник без головы. О, так много, да? Ну, надо показывать их. У нас бизнесмены в темную играют. Хотя бы каждую третью сдачу. На батоне. На батоне в темную. И страду не забывай. Тони открыл торги-рейзм с 5-3 одномастными. У Качалова две восьмерки. Кол на сет. 9-10 у Александра Кравченко. Неплохие коннекторы. Да, судя по всему, Александр примет участие в этой раздаче. Так и есть, он калирует. Евдоков сбрасывает 7-4 разномастные. Ну, действительно, в этом банке ему делать нечего. И таким образом, трое выходят на флоп. 7 валет, 3 радуга. У Тони есть совпадение по тройке. Инициатива с префлопа. Конечно же, continuation bet. У Качалова средняя пара. Посмотрим, осилит ли Евгений. Continuation bet. Да. Коллирует. У Кравченко, заметим, гадшот. Но, к сожалению, его ауты, а точнее, два из его аутов в руке у Качалова. Речь идет о восьмерках, которые дали бы ему 3. Легкий пас. Таким образом, в банке остаются уже двое. На терни приходит десятка. Доска координируется все больше и больше. Тони продолжает поливать второй баррель. Молодец. Еще срит открыл. За все деньги к бизнесмену идут. Каждую сдачу. Есть второй бизнесмен. Не забывайте. Внизу учат самые. Да, конечно. Действительно, за столом у нас два бизнесмена. Но пока все деньги уходят уроженцу Литвы. Возвращаемся в Лас-Вегас на телевизионное шоу «Большая игра». Специальный русский выпуск. На ваших экранах самый успешный игрок пока за этим столом. Антонас Гога. Больше известный как Тони Джи. Уроженец Каунаса, который в возрасте 11 лет переехал в Австралию, где сейчас и проживает. Ну, по крайней мере, там у него есть дом, но Тони Джи путешествует по всему свету. Немало времени, кстати, проводит и в Лас-Вегасе. Пятнадцатая раздача. Сбрасывает Качалов. Туз валет разномастная у Кравченко. У Замазки. У Замазки покерные игроки называют такое нервное состояние, когда ты проигрываешь несколько банков и уже хочешь отыграться любой ценой. Участвуешь в гораздо большем количестве раздача, чем обычно. Евдоков калирует с валет 9 одномастная. Антон сбрасывает. Что у Тони Джи? Конечно, всегда кола фар. Да. Дама 6 одномастная. Как говорят, есть игра. С такой рукой можно заходить. Ну, тем более Тони Джи. Тем более, если Тони заходит. Посмотрим, что принесет флоп. Какие новости. Ну, на РГС потом смотри тоже. Итак, открывается флоп. Три тысячи. Туз восемь. Три-две бубны. Хороший банк. У Тони флэш-дро. Однако на этот раз сильнейшая рука у Александра Кравченко. Топ-пара с неплохим кикером. А уже все. После флопа уже... А. Да, я все тоже знал считать. Считай. Ну. Это же самое. Ну, я чек. Но лук. Но лук. Фрэнс. На Терне Тони Джи доезжает флэш. Тому моя, как? Бубна твоя? Конечно. Ты еще не видел. Пятерос. Туз дама бубна. Ну, насчет дамы абсолютно прав, Тони. Ну, да. Сейчас заберу сразу. Чек-чек на Терне. На Ривере семерка. Тони будет ставить. Овербет. Десять тысяч в банк. Восемь восемьсот. Да, маловероятно, что ты блефуешь здесь. Маловероятно. Тони и не блефует. Флэш купил. Да, Тони. Флэш? Или две пары? В любом случае топ пара здесь не играет. Я тут замолк срочно. Да, Тони вроде особо и не говорил. Раздумывает Кравченко. Но, в принципе, решение, видно, он уже принял. Очень плохой банк для Тони, чтобы блефовать. Минимум там две пары. Может быть и стрит, может быть флэш. И Александр избавляется от своего туза. Я не собирался платить так просто. Потрепать ему нервы чуть-чуть. Очередной банк достается Тони Джи. Но, заметим, что заходит Тони очень и очень неплохо. И после 15 сыгранных раздач профит, то есть плюс Тони Джи, составляет почти 50 тысяч долларов. Также в плюсе Евгений Качалов. Все остальные игроки, в том числе и наш всадник без головы, в минусе. Я тоже, кстати, согласен взять один банк хотя бы 600 долларов. Я согласен, нет, ни одного. Плюс один. Один есть, да? Не, не, я говорю плюс один, то что мне тоже хочется. Не, нет. Ну ты не играл. Хотя был. Ну ты не играл. А я поучаствовал примерно в шести или семи раздаче. А я думаю. Сбрасывает Евдоков, сбрасывает Чемилев. У Антона также рука не очень сильная. Легкий пас. У Тони Джи коннекторы. Очевидно, он будет играть. Есть возможность. Никогда плохие карты я не играю. Хорошие. Заколировал Качалов. Тебе все хорошие сдают, конечно. Ну посмотри, ну ты не будешь играть. Ну посмотри, тоже будешь играть. Заколировал и Кравченко с рукой валет 10. Разномастные. Хороший флоп. Интересный флоп. Все оппоненты зацепились. У Александра топ-пару, у Качалова флэш-дро и гадшот. У Тони Джи двухсторонний стрел. Хочешь сыграть в это? Зачем? Ну фрирол. Если он заплатит. Тони ставит континейшн бет. Качалов решил разыграть свое дро, так называемое комбо-дро пассивно. Просто колум. Кравченко вся эта ситуация не может нравиться, но топ-пару все-таки в такой ситуации не выбрасывают. Много решит терн. На терне приходит тройка. Типичный бланк. Это наш бланк. Правда, эта тройка добавляет еще одно флэш-дро. Чек-чек. Хочешь? Нет? В принципе точно. Тони Джи может так же сказать чек. Посмотреть ривер бесплатно. Плохо гад. Как же тогда? Что я могу делать? Если он бесплатно не берет что-то. Вариант нет. На ривере приходит валет червовой масти. Интересная карта. У Кравченко теперь две пары. А у Тони Джи закрылся таки стрит. Ну, действительно, доезжает просто фантастически уроженцем Литвы. У Качалова топ-пару. Он ставит первым. Кравченко просто калирует. Ну, а Тони перекручивает. Огромный рейс. 25 тысяч. На этот раз... Серьезно? Бизнесмен рейс. Очень тяжело Александру. Это никак не ловко. Это бизнесмен рейс. Все-таки у него две старшие пары. Он бьет все промазавшие флэш-дро. Ну, и сложно положить Тони Джи какую-то руку здесь. Единственная рука, которая приходит на ум, это 8-9. Именно та, которая в руке у Тони. Что-то тел есть. Поменяться. Ты знаешь, ты профессионал. Поменяться. Профессионал. Может быть, поменять можно тоже. Поменяться. Если колл будем поменять. Поменяться хочешь? Конечно. Одна карта. Поменяем. Поменять одну, да? Одну, понимаю. Все время поднимает эту тему обмена Тони Джи. Но форматом большой игры это запрещено. Какую ты меняешь? Давай карту. Нет, ты первый. Давай карту. Нет, ты первый. Хахпиан, я баттон. Хахпиан. 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 Обычно таким образом Тони Джи пытается прощупать своего соперника. Но здесь Александр надо стараться. Не хочешь, да? Но все-таки думается сбросит Александр. Слишком большой рейс. Если поменяю, я проиграю банк. Как я могу поменять? Кикер мой маленький. Если меня стрит, как я могу поменять карту? Все-таки сбросил Александр. Ну а Тони Джи выиграл очередной неплохой банк. Да, профессионал все здесь. Продолжая Тони Джи выигрывать банк за банком, как говорится, все срастается. На PokerStars.net вы можете учиться играть в покер с профессионалами мирового класса. Ежедневно вас ждут бесплатные покерные турниры и игровые столы. Посетите PokerStars.net и улучшайте свою игру. Возвращаемся в Лас-Вегас. На телевизионное шоу «Большая игра». На ваших экранах Тони Джи. Плюс Тони уже перевалил за отметку 58 тысяч долларов. Пока Тони не остановить. Только что он выиграл. Приличный банк у Александра Кравченко. Ну что ж, послушаем, что соперники думают об этой раздаче. У меня был баттон 8-9. Тони Джи открыл рейсом 600 с баттона. И Евгений Качанов сделал колу с малого бланда. У меня на большом бланде валят 10 разных мастей. Я добавил 400, потому что Тони делает рейс практически каждую сдачу. Плохие карты я не играю. Тебе все хорошие сдают. Посмотри на. Скажи 7. Хорошая карта, да? Это нормально. Флоп был 2-7-10. Меня как стрит-робал. Женя чек, я чек. Тони поставил полторы тысячи. Так как он играл до этого, эта ставка в продолжение тоже, в принципе, я думаю, что он всегда почти ее будет ставить. Такую ситуацию. А Женя сделал колу. У меня перед раздачей было 31 тысячи. И поэтому я посчитал, что если я делаю рейс в этой ситуации, то я буду превращать эту руку в блеф. И блеф я ее не хотел превращать. Потому что Тони мог, допустим, поставить на флопе рейс на флэш-дрой. И я вынужден был бы тогда 10 валет выбросить. Поэтому я сделал колу. Ну вот. И тройка открывал. Треф. Чек, чек. Я думаю, может быть, там у кого хорошая рука. Но я тогда чек. На Тон. Я ничего не знал. У меня хороший дрова. Я могу нац открыть последний. После этого стало понятно, что у Тони нет сета и, скорее всего, нет вообще сильной уроки. Последний открыл валет. У меня был просто нац. И у меня образовалось две старшие пары. Женя сделал ставку 3200. Эта ставка примерно меньше, чем полбанка чуть-чуть. Я сделал мгновенный колб, 3200. И Тони также мгновенно кинул банк, 25 тысяч. Огромный ререйс. Я думаю, его хорошая рука есть. Я хотел, ну как, я хотел представлять, как у меня блеф. Я поставил очень много, 25 тысяч. И Джину сразу фолд. И Кравченко думал долго. В этой ситуации у Тони при такой ставке или стрит 9.8, или блеф. По розыгрышу, 9.8 у него, безусловно, может быть. Потому что он реализуется с очень широким диапазоном. И также самое главное, почему я принял такое решение, это потому что Евгений сделал ставку довольно-таки быстро. Я сделал мгновенный колб. И Тони после этого сделал мгновенный рейс на 25 тысяч. Я посчитал, что если бы он хотел так блефануть, то он, наверное, взял бы какое-то время на то, чтобы просчитать варианты и понять, что это выгодный блеф. А так как он сделал это мгновенно, я посчитал, что навряд ли он блефует, что, скорее всего, у него все-таки есть стрит, и поэтому сделал пас. Если это был блеф, то это был очень хороший и смелый блеф. Но он выкидывал, очень хорошо выкидывал. Как я знаю, его было 10 лет, я думаю. Я думаю, я был жанен. Если я дал 15 тысяч, я думаю, он заплатил. Но все равно, банк выиграл. У меня все хорошо. Непростое решение пришлось принять Александру Кравченко, но другого пути не было. Пришлось сбрасывать две старшие пары в пас. Надо играть, ты не спишь. Ты спишь, ты надо играть, давай. Я играю, вырил как. Всегда играю, играю и все. Если не надо, много даешь, тоже берешь. Тоже берет, брат. Все деньги любят очень здесь. Видал, как читает по тысяче, по два десятка. Чего ты зубы заговариваешь, человек? Ты пока каждую сдачу сыграл и каждую сдачу выиграл. Поэтому он, естественно, когда ты слева от него что-нибудь мутил. Правильно? А здесь все по чуть-чуть хочешь проиграть, но я забежу как. По чуть-чуть. Ты проиграй хоть 1015 хотя бы, чтобы приманить. Приманить, да. Начальник как опыт был. Я уже много раз проиграл, много дней. Вот видишь, вот, пожалуйста. Мы всегда хорошие карты. Такие карты, как... Ух, так. Подожди, подожди. Два короля меня было, два туза было, туз король. Там все было уже. Ну как можно? И все. 900, да? У нас по традиции Дунюшкин зашел колом с неплохой рукой туз 10. Тони Джи также по традиции его перекрутил, ну а Евдоков доставил. Все, вариант может быть. Заколировал Антон. Трое оппонентов вышли на флоп. Фаворитом на префлопе является Дунюшкин. Правда, совсем небольшим. А вот теперь вполне серьезным. У Николая топ-пара, у Антона также топ-пара, но с лучшим кикером. У Тони Джи средняя пара. Что скажет Дунюшкин? Ну, наверное, Антону надо ставить. Нет, он ограничился чеком. Тони Джи ставит Continuation Bet. Думается, Евдоков заколирует. Все-таки у него топ-пара. Ну и Антон никуда не денется. Так и есть. Два-три. Намекает на так называемое колесо Тони Джи. Ну, зачем намекать, когда на Терне тебе доезжает Трипс. У Тони Джи 100% на победу. Но надо признать, заходит Тони просто фантастический. Да, пятерка тебе. Ты меня видел так, как Корея тебя открыл там. Пропускает торги Евдоков. Пропускает торги Дунюшкин. Тони продолжает добирать. Правда, на этот раз ставка небольшого размера. Ну, надеется, что хотя бы кто-то из оппонентов откликнется. И думается, кто-то действительно откликнется. Вряд ли это будет Николай Евдоков. После кола от всадника без головы он понимает, что его топ-пара имеет слишком слабый кикер. А вот Дунюшкин, как не очень опытный игрок, калирует. Ему сложно избавиться от своей топ-пары. Точнее, уже от двух пар. Я думаю, тебя Туз Корор. Туз Корор выиграл. Сейчас флеш открыл. На ривере приходит десятка. Это ужасная карта для Антона. Теперь у него две пары. Неужели он будет стоять первым? Не, а банк там вообще. И не просто ставить, а, судя по всему, что-то размером в банк. Пропускает Антон Торгина-Ривери. Хотел много поставить. Тони ставит 10 тысяч. Чуть менее половины банка. Ну и думается, Антон здесь заплатит. Хотя, честно говоря, из Вэлью комбинации он не бьет ни одной. Похоже, Туни Уиру. Не знаю. Может быть, нет. Туз Корор, да? Туз Десятка. Ну да. Надо все поставить. Эх, зачем я не поставил все? Ой, да. Ты не жадный, потому что, Туни? Ты не жадный. Правильно? Не, ну я право сыграл. Ты? Хорош. Ты хорошо сыграл. Нормально, нормально, что Миша полделает. Крути, крути, крути. Действительно, Владимиру пока совершенно не заходит. Может быть, дилеру надо постараться. Ну, она показывает статистику количества выигранных банков. Ну, и лидирует, конечно, Тони Джи. Он выиграл 74% банков. Ну и плюс соответствующий. На втором месте Евгений Качалов. 16%. Обратите внимание, какая гигантская разница. Пока, откровенно говоря, это театр одного актера, Тони Джи. А «Всадник без головы» проиграл уже Пол Стэк. Тони, что ты ел сегодня? Тони, расскажи, что ты ел сегодня? Или что ты делал? Бизнесмен, что? Я тоже вроде бизнесмен. Я такого не видел вообще. Вот так вот, что такое варило. Только в кино, да? Ну, это и есть кино. Я вроде смотрю, как бы дилер, дилер вроде карты мешает нормально. Попробовал бы так мешать, когда мы в Блэк-джах играли. Это Тони Джи-шоу, что ты делал? Мой шоу? Все бы узнал. Все в порядке. Все ловко. С России приехал меня обыгрывать. Я один вообще здесь, жду. Король 2 одномастный у Николая Евдокова. Он открывает торги рейзом. Решил сделать такой лузовый рейз, Николай. Две дамы у Антона. Ну что ж, дождался всадник без головы. Пора переходить к решительным действиям в виде ререйза. Ну, думается, если Антон сделает ререйз, то вряд ли кто-то оплатит. Все-таки играл он очень тайтово до этого момента. Заколировал Антон. Тони применил сквиз с 8-9 разномастными. Может быть, именно на это надеялся всадник без головы. Посмотрим. Евдоков заколировал. Ну что ж, Дунюшкина. Прекрасная ситуация для того, чтобы применить 3-бет. Откровенно говоря, он здесь напрашивается. Если плохо, крик-кикер еще раз играешь. Нет, 2-10. 2-10? Нет, 2-10 или нет. Если там туз валет, это нельзя. Туз-10 нельзя. Туз король, туз дама можно. Ну, туз дама, я думаю. Очень невнятная игра в исполнении всадника без головы. Однако на флопе Антон попадает в топ-сет. И не очень сильная игра может обернуться неплохим выигрышем. Ол-ин. Ол-ин от Дунюшкина на флопе. Туз дама, да? Проиграл. Думается, вряд ли Тони оплатит. Калирует с гасшотом не по шансам. Таким образом, всадник без головы серьезно поправил свои дела. Бизнесмен туз король, да. Слоу-плей Антону удался. Правда, только на префлопе. Таким образом, сейчас у всадника без головы 34-35 тысяч. В принципе, минус довольно серьезный, но еще все поправимо. Король 9 одномастный у Дунюшкина. На этот раз просто пас. Я не в Тони, поэтому все, не буду играть. Два валета у Тони Джи. Молодец. Это уже даже не изумляет. Второй раз за 20 раздач ему дают карманных валетов. У Качалова Туз 4 разномастный. Он решил применить лайт 3бет, так называемый. Биг Слик у Александра Кравченко. А вот это уже интересно. Александр на малом блайнде. Перед ним был рейс или рейс. Причем Качалов, в принципе, известен как игрок достаточно тайтовый. Променяет 4бет в холодную Александр. 9-3 разномастный у Евдокова легкий пас. Ну что ж, после такого экшена у Тони решение непростое. Понимает он, что имидж работает явно против него. Но с таким имиджем карманные пара валетов обычно играется на стэк. Тони Джи решил остаться в этом банке. Ограничился колом. Ну, у Качалова рука. Против таких монстров слабовато. Кравчик решил поставить Континейшн Бет в темную. То есть на любом флопе. 8000 уже отправлены в этот банк. Флоп неплохой для Тони Джи. У него оверпары. Можно даже сказать почти идеальный. Перекручивает Тони Джи. Ну и Александр Кравченко соглашается. Играет на весь стэк. Правда, непонятно почему. Сколько раз вы хотите играть? Сколько раз? Три раз. Окей, три раз. Договорились игроки сделать три захода. То есть они увидят, ну и мы с вами, Терн и Ривер три раза. Один раз стрит, один раз король, один раз туз. Так можно. Думаю, ты выиграешь три раза, скорее всего. Просто хочу три раза, потому что проверить, насколько тебе все-таки везет. Взял, что три раза выиграешь. Ну и разумеется, в каждом заходе будет разыграно треть банка. Итак, первый заход туз на Терне. Треть банка. Король. Пока достается Александру. Тоже был туз. Сейчас король будет. Ну, один раз выиграл. Впереди еще два захода. И шансов выиграть два из них у Тони Джей предостаточно. Сейчас валет. Пик. Дама. Всего три аута у Александра Кравченко. Ну, правда, есть надежда на раннер-раннер. О, да. На Терне приходят дамы во втором заходе. Теперь у Александра появляются дополнительные ауты в виде валетов. Но, Ривер, еще одна дама. И треть банка достается Тони Джей. Хочу один раз. Именно счет равный. Но, конечно же, в третьем заходе фаворитом является Тони. Девятка на Терне. Это бланк. У Александра три аута. Короли или туз. Итак, ждем Ривер. Это валет. И таким образом Тони Джей забирает две трети этого банка. Нет, забери все. Забери все. Все деньги. И три ста. На три части. Вот часть вернул. А так бы все забрал. Таким образом Тони Джей продолжает доминировать за этим столом. Настоящий капитан стола, как говорится. Обратите внимание на его плюс. Восемьдесят шесть тысяч двести долларов. А все остальные игроки, включая нашего всадника без головы, в минусе. В самом большом Александр Кравченко. Антон, ты уже успел понюхать пороху? В случае, веришь в свои силы? Конечно, да. Это первые минуты входа в игру, первые руки. Тони, ну как тебе игра? В дружественной обстановке с русскими игроками? Так, все хорошо. Я смотрю, да, я смотрю, тебе очень хорошо. Все в порядке. Да. Ты хорошо играет, в общем, я тоже. У тебя только хорошие карты приходят? Я смотрю. Супер. Это все на сегодня. Всего доброго, до новых встреч. Я смотрю, вы все время за банк воюете. Да, да, да. Тони, какая карта лучше играет? Лучше всегда. У меня не было вообще. Зато Александр лучше играет. Это безусловно. Это безусловно. Покерстарс.нет. Большая игра. Покерстарс.нет.